И, наконец, Какова Фиос, новая чемпионка мира Мария Музычук. Награждает чемпионку вице-премьер нашего правительства Аркадий Дворкович и Кирсан Ильмжинов, который вручает ей кубок. А вместе с кубком и букет цветов. И вот эта самая удивительная, очень красивая, очень элегантная корона шахматной королевы. Когда вначале мы смотрели немножко с другого ракурса, было не совсем понятно, как она крепится на голове чемпионки. Но стало понятно, когда Кирсан Николаевич Ильмжинов надел эту корону на голову Марии Музычук. И исполняется гимн Украины в честь победительниц, в честь новой чемпионки. Ну, надо сказать, что Мария Музычук едва могла сдержать слезы. Все-таки такой торжественный момент он бывает в жизни любого, даже самого выдающегося и великого спортсмена у нечасто. Но вскоре после этого Марина Макарычева побеседовала с чемпионкой мира уже в этом самом новом, звездном ее качестве. Прошли сутки, как вы стали шахматной королевой. И вот сейчас на закрытии турнира у вас теперь появилась настоящая корона шахматной королевой. Что вы чувствуете, как вы провели этот день? Да, точно. Вот только что закончилась церемония закрытия, и у меня еще впечатления самые яркие. Так как меня уже нагрудили, вот получила вот эту корону, очень красивая. Вот такие и ощущения самые приятные. Маша, вы все время играли, ну мне так показалось, в одном платье, в одном костюме. Вы суеверна? Ну не совсем, я суеверна. То есть, конечно, если у меня есть счастливая ручка, то есть я выигрываю, много партий, то я стараюсь ее не менять. А также на этом турнире я постоянно ходила в одном свитере. То есть у меня шла игра, и я уже так для себя решила, что это моя традиция. Ну, это совсем не значит, что я там не могу поменять счастливую дорогу свою или еще что-то. Ну, немного суеверна, но не настолько. Суеверна, потому что все-таки это непредсказуемая игра. Где-то, может быть, везде могут ожидать в шахматной игре подводные камни. Ну, прежде всего, потому что очень хочется победить. И если у тебя идет игра, там, при каких-то обстоятельствах, тебе хочется, чтобы завтра повторился этот успех. Когда вы решили, вы всю свою жизнь, как я понимаю, играете в шахматы с трех лет. Когда вы решили, что будете шахматным профессионалом? Да, действительно, я очень рано начала играть в шахмат с трех лет. Меня научили родители. Они были моими первыми тренерами, да, и сейчас там помогают. Когда я решила, сложно сказать, но вот когда я помню, в 2001 году я впервые выиграла чемпионат Украины до 10 лет. И у меня появилась возможность поехать на чемпионат Европы или чемпионат мира в своем возрасте. Я очень сильно обрадовалась. Я решила, что я буду заниматься шахматами серьезно. Действительно, вот каждый день я уделяю шахматам много времени. Мне это нравится. Это очень интересная игра. Не скучно? Ну, сейчас уже спрашивают, что вот девушки играют в шахматы. Многие играют. Но, тем не менее, все-таки не каждая девочка выбирает математику, технику и шахматы. Нет, не могу сказать, что скучно. Я уже даже привыкла. И вообще шахматы очень интересная игра. То есть, если понимать, хотя бы на первый разряд играть в шахматы, ты уже понимаешь, насколько интересные партии. Уже можно наблюдать за такими чемпионатами, как вот этот чемпионат мира. И понимать, какой высокий уровень игры. Что вы еще любите в мешах? Много чего. У меня есть много разных хобби. Очень люблю настольный теннис. Люблю фильмы посмотреть, музыку послушать. В интернете что-нибудь веселое почитать. И вот так предпочитаю такой отдых. Здесь на чемпионате вам помогал замечательный шахматист Александр Генрихович Белявский. Как вы общались по скайпу? Когда вы начали заниматься вообще с ним? Ну, больше мы общались с эмейлами, но также по скайпу. Я ему очень благодарна за эту помощь. В некоторых партиях это действительно очень помогло. Спасибо ему за это. Сегодня, как я понимаю, первым же, что вы сделали, вы пошли в парикмахерскую. Как каждая женщина приводит себя в порядок. Это так? Да, конечно. Еще с утра я уже записалась на укладку, на маникюр. Ну, конечно, как каждая женщина я хочу выглядеть красиво. И иногда даже бывает, что я там у зеркала провожу больше времени, чем готовлюсь к партии. Мария, и, наверное, последний вопрос. Совсем скоро в Китае состоится чемпионат мира. Вы сейчас будете отдыхать? Мне кажется, просто вот необходимо отдохнуть. Или опять начнете готовиться к этому чемпионату? Я точно сейчас буду отдыхать, так как я очень сильно устала. Я сыграла 24 партии. Это почти как три турнира. Но, к сожалению, к чемпионату мира мало времени на отдых. То есть через 10 дней уже надо играть. А этот турнир очень важный. Надо прийти в хорошую форму. Но я надеюсь, у меня получится.